Добрый день, это программа Парадокс, в эфире Степан Дебура. Сегодня у нас интересная тема, это реформы по-путински, заживем или жить стало лучше, жить стало веселее. Но прежде тем я представлю своих гостей, я бы хотел поздравить всех дорогих россиян с 1 июля. С 1 июля такой праздник, когда поднимаются все тарифы ЖКХ. В этот раз они поднялись от 12 до 15 процентов, хотя нам обещали, по-моему, поднятие не более чем инфляции, которая составляет менее 7 процентов. Но если вспоминать все обещания, то Ганс Христиан Андерсон будет в гробу выдавать 200 тысяч рпм. Мне так кажется. Ну что ж, я представляю наших гостей. Это Максим Артемьев, зав. отделом политики интернет-журнала «Новая политика». Добрый день. Максим, спасибо, что пришли. И Михаил Старшинов, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Федерального оргкомитета Объединенного Народного фронта. Добрый день, Михаил, спасибо, что пришли. Здравствуйте. Ну вот реформы по-путински. Мне так, если вспоминать, на ум что приходит сразу? Это реформа РАОС, реформа полиции, реформа ЖКХ, реформа армии, еще что-то было. А, реформа государственной службы, реформа выборов, и вот сейчас реформа Академии наук. А еще реформа медицинского обслуживания. И вот как вам такой список и результаты? Может, с реформой того, на время остановиться, например, оставить Академию наук в покое? Ну, хотя, конечно, реформа Академии наук это наиболее актуальная в эти дни, но давайте действительно для начала оставим ее в покое. Среди упомянутых вами реформ, я бы все-таки реформу РАОС немножко отставил в сторону. Началась она еще, по-моему, с 1998 года, когда господин Чубайс был назначен председателем правления РАОС. А вот остальные реформы, да, действительно, они как бы были широко объявлены, о реформах много говорили. Но вот каким результатом они привели и что за ними последовало для населения, об этом, я думаю, можно поговорить и обсудить. У меня интересует не столько, что последовало, потому что мы, скажем так, вот я лично на себе это ощущаю, как человек без ксилы, простой гражданин. А вот какие реформы будут в будущем? И вопрос-то в следующем. А если все реформы закончились как-то очень странно и невнятно, то где гарантия того, что предлагаемые реформы, во-первых, они имеют какой-то смысл экономический, политический? И, во-вторых, как они отразятся на простых гражданах? Ну, я думаю, что все-таки о последствиях нужно говорить, поскольку очень важно во всей деятельности Владимира Путина это объявленные цели и полученные результаты. И это первое. И второе, я бы хотел сказать, что интересной особенностью реформ последних почти 15 лет, да, сколько правит Владимир Владимирович? 13. Да, ну да, я округленно говорю. Является то, что они никогда заранее, скажем, во время политических кампаний не объявляются. Когда были выборы президента в 2000 году, в 2004 и далее, никогда не говорило, что вот у нас сейчас будет реформа госуправления, то есть будут введены посты представителей президента в округах или будут созданы федеральные округа. Все это бывает как-то внезапно, спонтанно, неожиданно. Об этом заранее не говорится, не обсуждается. И вот сейчас реформа так называемая Академии наук или Академии наук точно такой же пример. Заранее не было никакого объявления, обсуждения, круглых столов. Внезапно она откуда-то появляется, вбрасывается, и я думаю уже... И тут же идет Госдума. Время уже Государственная Дума примет эти законы. А примет? Вот у нас представитель Госдумы есть. Нельзя исключать. Но вы-то сами как к ним относитесь? Вы знаете, мне довольно сложно говорить, ну вот так детально и серьезную такую экспертную оценку давать, например, реформе Академии наук. Я никогда в ней не работал, мне сложно сказать о том, как это на самом деле выглядит изнутри. Те цели, которые сейчас заявлены, которые продекларированы о том, что там хозяйственную деятельность нужно, значит, каким-то образом выделить, чтобы она была более эффективная в плане цена-качество, что повышается, финансирование, а толку, откровенно говоря, нет. Ну, в общем-то, так вот на поверхность это все начинания. И цели, которые декларируют, достаточно хорошо выглядят. Вопрос в том, что, может быть, вот проанализировать, почему, ну, хотя бы для какого-то, наверное, там интересующегося круга людей, почему это не работает в том виде, в котором сейчас это существует? Финансирование нет. Что сейчас меняет? Финансирование нет. Ну, я вот слышал, что там с 8 до 83 миллиардов, по-моему, подняли финансирование. Как раз наоборот... Это вас ввели в заблуждение, это включает в себя Пустоградск, сколько вы и тому подобное. Академия наук финансирования не увеличилась. А какое имеет отношение с Кулаком? А это все расходы науки. Нет, нет, это расходы на науку. А, это тоже по министерству идет. Да, да, да. Понятно. Понятно. Вопрос-то, на самом деле, несколько не в этом. Вот смотрите, такие же, на самом деле, цели озвучивались при реформе вооруженных сил армии. Да, что генералы и сержанты должны учить солдат, да, заниматься обороной страны. А вот все хозяйственные вопросы возьмут на себя люди из оборонсервиса. Другие. Да, взяли. Так, что получилось, мы знаем. А Академия, что это? Лакомый кусочек, это недвижимость, это земли. Ну, такая же история была, она ведь и с армией, там, к счастью, какие-то объекты удалось отстоять. Я помню, такая была здесь вокруг некоторых училищ московских тоже история, что давайте мы их переведем там куда-нибудь, допустим, в пределы Золотого Кольца. А здесь, так сказать, что более эффективно. У нас мы встречались еще, будучи в том созыве, встречались и с министром обороны, откровенно говоря, такие беседы были, можно сказать, и на повышенных тонах. Многие депутаты, коллеги мои, которые сами являются выходцами из вооруженных сил, с абсолютным непониманием, конечно, подходили. Я интересовался у тогдашнего министра, говорю, а как вы, ну, хорошо, курсанты им сказали, есть они, значит, а преподавательский состав, семьи, ну как, это же совершенно немыслимо просто эти вещи делать. Ну, что-то удалось, что-то удалось отстоять. Помните, вокруг Рязанского училища, какой, да, какой получился, понимаешь, скандал. Но ведь вот здесь-то, на мой взгляд, все-таки роль личности в истории. Они, многие идеи-то, они действительно и неплохие, и осмысленные. Может быть, их надо было бы действительно довести до ума. Смотрите, здесь же ведь какая-то заковыка получается. Но это всегда комплекс каких-то причин. Вот смотрите, я бы не назвал ни одной, вот как в любом серьезном рассуждении, ну нет такого, что вот так, и поэтому вот такой результат получился. Это всегда комплекс сумма факторов. Вот все эти реформы, которые проводились, они как раз проводились под эгидой улучшения эффективности, бла-бла-бла. Вот у меня вопрос в следующем, неужели вот у депутатов, когда они слышат слово эффективный менеджер, у них не появляется аллергия сразу? Как только вот произносится, будет реформа, скажем, ученые будут заниматься своими делами, генералы своими, а всем хозяйственным комплексом будут управлять эффективные менеджеры? Ведь уже, они, по-моему, управлялись слишком много, нет? Вы знаете, я считаю, что... Потому что есть хорошее выражение, что благими намерениями услана дорога в ад, и, по-моему, мы это наблюдаем. Скажите, военную реформу предложил кто? Министер обороны? Ну, он ее выполнял. Кто ее формировал? Нет, то, что военная реформа нужна, это понятно. Контрактная система, повышение недовольствия, квартиры, не буду это все перечислять. Да, действительно, надо. Дальше, кто формулировал, кто доказывал, кто убеждал? Вот интересно, кто этим занимался? Ну, я тоже, допустим, на таких совещаниях не присутствовал, но по моему представлению должен делать ответственный за это направление профильный чиновник, в данном случае министр обороны. Значит, он должен нести ответственность за то, что он... Был ли контроль за, во-первых, выполнением реформы, поставленных задач? Ведь поскольку у нас сейчас в современных условиях парламент фактически, по сути, не имеет контрольных функций, то эффективность деятельности министра определяет только один человек, президент, даже и не премьер. И поэтому его деятельность, она была объективно выведена за рамки критики, ну, не СМИ. СМИ-то, конечно, анализировали, но за рамки критики в других органах власти. То есть, фактически, министр обороны отвечает только перед одним человеком. И пока он ему нравится, он делает, имеет мандат, имеет карт-бланш, поступает как хочет. Вначале, я думаю, предыдущий министр ввел, в общем-то, довольно разумную политику. Действительно, многое было сделано верно в плане освобождения армии. Вы имеете в виду Иванова? Нет, я имею в виду Сердюкова, да, в плане освобождения армии от несвойственных ей функций сокращения срока службы. Но потом, как всегда бывает, человек начинает зазнаваться, забываться, обрастает жирком. И уже люди начинают думать не о работе той, которой они должны призванные на этом посту заниматься, а уже о личном благополучии, обустройстве родственников, знакомых и так далее. Это вот типичный пример многих реформ в нашем государстве, когда нету должного контроля. И вот эта вертикаль власти фактически приводит к тому, что когда говорят о реформах, люди сразу говорят, ага, значит, будет хуже. Люди же такие существа, которые учатся на своей истории, да? Да, и люди видят, что последние 20 лет, даже возьмем уже предыдущего президента. Даже Горбачев можно взять. Да, всегда, когда говорят, что будет лучше, на самом деле бывает хуже. То есть Горбачев пришел, объявил обо многом, это кончилось, во-первых, резким ухудшением уровня жизни, появлением талонов и так далее. И поэтому люди не ждут ничего хорошего от слова «реформа». Ну вот так странно как-то получается. Но все-таки реформы новые начинаются. Ну, мы должны понимать, что не реформировать систему ту или иную практически, конечно, невозможно. Какой бы она нам там ни казалась идеальной или близкой к такому состоянию, конечно, требуется вмешательство, требуется корректировка. Вопрос в качестве подготовки. Михаил, вынужден вас прервать. Мы должны уйти на новостной перерыв. Оставайтесь с нами. Снова в эфире программа «Парадокс». У нас в гостях Максим Артемьев, заведующий отделом политики интернет-журнала «Новая политика». И Михаил Старшинов, депутат Госдумы Российской Федерации, член Федерального оргкомитета Объединенного народного фронта. И обсуждаем мы реформы, которые были, и, возможно, предстоящие реформы. Да, Михаил, я вынужден был вас прервать перед новостями. Да, практически-то я все и сказал. Вопрос всегда в качестве подготовки, взвешенности решений, насколько различные точки зрения учитываются при этом. Ну, иногда, конечно, они, на мой взгляд, бывают поспешные некоторые решения. И, как правило, они, как по-черному, помните, хотели, как лучше получилось, как всегда. Вот это, так сказать, такой уже перешедший в разряд афоризма фраза, она, к сожалению, часто характеризует. Еще один афоризм, да, который, по-моему, принадлежит, приписывается Эйнштейну, да, когда вы делаете, из раза раз повторяете одну и ту же ошибку. Ну, вы знаете, я здесь хотел бы какие-то другие примеры привести. На самом деле, вот разговариваю о Сердюкове, ну, откровенно говоря, не хочу сейчас переубеждать еще что-то. Безусловно, есть и какие-то полезные вещи, которые действительно были по некоторым направлениям. Я согласен с вами. Хотя, многое другое не бесспорно, вот так скажем. Многое другое. Собственно говоря, мы это видим сейчас по тому, что делает нынешний министр обороны. Это и патриотическое воспитание, и тот же самый аутсорсинг, когда выясняется, что далеко не все, наверное, имел смысл там перейти. Ну, не об этом, насколько я понимаю, наша сегодняшняя беседа. Но были, на мой взгляд, и совершенно правильные, разумные реформы. Мы помним, когда в ЛОНа Федеральная служба безопасности вернули пограничную службу. Когда немножко разобрались с правительством связи, информацией, защитой, понимаете. То есть, можно другие примеры приводить, и есть вполне разумные шаги, которые привели к абсолютно положительным результатам. Такая же была история чуть раньше, если мы вспомним, с налоговой полицией, когда тоже, так сказать, все эти функции обратно были отданы в Министерство утренних дел. Поэтому даже сама реформа Министерства утренних дел, по большому счету, вот если бы не тот, ну, совершенно чудовищный, вот такой, совершенно чудовищный пиар-освещение деятельности предыдущего министра утренних дел, Я думаю, что, ну, большей объективности не мешало бы добавить и реформе милиции в полицию, да, и со всем вытекающим. Все-таки и, действительно, прибавка в... Ну, прибавка-то в жаловании есть, но остальное... А что остальное? А вот остальное, смотрите, выясняется, что оперативные подразделения были сокращены, тыловые увеличены. Сейчас снова пошли разговоры о том, что полицию нужно обратно в милицию переименовать. И было потрачено, если не ошибаюсь, только на наклеечки, нашивочки и перекраску машин что-то в районе 600 миллиардов рублей. И официально признано, что это был провал. Вопрос. Товарищ Нургалеев, он уволен? Нет, он сидит в сайте безопасности. Кто несет ответственность? Ну, вы знаете, я думаю, что было бы неплохо послушать. Ведь, знаете, когда начнем слушать кого бы то ни было, вот как сокращались, допустим... Таких много разговоров, я точных цифр вам не скажу, но, действительно, что за счет, значит, патрульно-постовой, оперативных подразделений, их урезали, а, допустим, штабы там еще что-то, это все, значит, осталось в том виде. Почему? Ну, это потому, что, дескать, вот они штабники там писали, Смирный тогда еще руководил этим, значит, основным идеологом, насколько я поняю, был реформы заместить в Министр внутренних дел. Ну, и вроде как-то, кстати, понятно, чтобы свои интересы там поменьше ущемить, ну, вот так сделал. Но я думаю, что было бы неплохо вот пригласить, например, его на какой-нибудь эфир. Я вам с удовольствием составлю компанию, потому что на самом деле существуют вопросы, почему были приняты те или иные решения. Вообще, вот когда говорить заочно, я заканчиваю, когда говоришь заочно, то, конечно, ну, не видишь всей картины, не знаешь нюансов. Но в итоге мы вот приходим к таким вопросам. Почему именно так? Произошлось не иначе. Я же ведь рассуждаю с точки зрения не какого-то там аналитика или еще кого-то, коим я не являюсь, а с точки зрения обывателя. Вот я налогоплательщик, да? Я плачу деньги, я хожу на выборы, как дурачок. Значит, я избрал Думу, я избрал президента, они решают сделать реформу на мои деньги, на деньги налогоплательщика. В результате реформы, как обыватель, сталкиваясь с новой полицией, я разницы никакой не вижу. То же самое, когда я сталкиваюсь со здравоохранением или с реформой образования, у меня просто волосы дыма встают. Вот, это мои дети пойдут учиться в эту школу, по этой программе, чем им мешала советская программа, чем мешала наша система образования, которая, в общем-то, доказала, что она была одной из лучших в мире. Вот чем она им мешала? Я бы вот хотел бы сказать о том, к чему приводят последствия зуда реформаторства. Вот сейчас до сих пор все-таки в стране обстановка спокойная политически, и даже самые опрометчивые реформы, о которых и вы говорите, и Михаил частично коснулось, они не вызывают такое общественное отторжение. Последний раз, я помню, это было, когда была пресловутая монетизация льгот, как мы помним, и тысячи, сотни тысяч людей по всей стране, от Москвы до Урала и дальше вышли на улицы. Потом больше такого не было, и, в общем-то, правительству все сходило с рук, так скажем. Ну вот смотрите, сейчас реформа Академии наук, уже президент Академии наук, которого только-только избрали и утвердили, выступил против. Президиум, вот я сейчас смотрю сводку новостей Академии наук, выступил против. То есть до этого это были самые главные лоялисты, то есть люди, беспредельно преданные правительству. И правительство на голом месте получает конфликт, который абсолютно не было никак, не коренелся. То есть из ничего сделали, взбудоражили, что называется, сунули палку в муравейник. Сейчас все забегали, научное сообщество, а все-таки влиятельные люди, десятки тысяч только в Москве, стоят, как говорят народе, на ушах, проклинают правительство реформой, и все взбудоражены. Правительство получило под себя удар, не то, что сейчас в науке была провальная ситуация, и нужно было что-то делать, даже вопреки. Было тишь, гладь и божья благодать. Нет, сунули туда палку. То же самое объединение арбитражного суда, верховного и верховного суда. Опять, уже я смотрю, негативная реакция и председателя высшего арбитражного суда прошла в СМИ. Многие юристы, а ведь вокруг этого дела кормятся десятки тысяч юристов, людей важных, они все забегали, не знают, как быть. Опять, никакой актуальной необходимости в объединении не было. Опять эта идея вброшена, и опять правительство получило проблему на пустом месте. Я не понимаю, честно говоря, вот этой вот реакции правительства и ее политики, потому что то ли их избаловало то, что вот все эти путинские годы была в стране стабильной ситуацией, они привыкли к мысли, что, чтобы не начать делать, все сойдет с рук. Но рано или поздно такое количество изменений, как нам говорит закон диалектики, переходит в качественные. Максим, а зачем они это делают? Я понимаю, конечно, у нас везде американские шпионы, как нас пытаются убедить, может быть, это проделки ЦРУ? Это как бы самодовольство, и люди просто вот разрешены тем, что у них не оказывается никакого сопротивления. То есть никакого интереса у них, например, нет, вы считаете, чисто, скажем, в истории с Академией наук. Ну, слушайте, такие площади, такая недвижимость. Они, может, еще большие, тут, да, есть, тут есть и коммерческий интерес, безусловно, но главное то, что люди не привыкли просчитывать последствия. То есть они вот, то, что вот сейчас получили конфликт с Академией наук, для меня, мне кажется, этого давно такого в нашей стране не было. На пустом месте лидер научного сообщества должен публично возражать главе правительства и говорить, что вы делаете неправильно. Вот зачем это главе правительства нужно было, и прям такие ушли огромные коммерческие интересы у кого-то, там, у министра или у тех, кто стоит за ними. Я не думаю, что вот люди ради, там, обогащения своего кармана готовы правительство впутывать в такой тяжелый конфликт. А тогда какое другое объяснение, возможно? Вот у меня недомыслие и разращенность своим вот положением бесконтрольным, когда власть, как говорил американский президент, абсолютная власть портит абсолютно. То есть вот абсолютная власть, без того, что у нас нет боевитого парламента, который бы постоянно давал правительству Пургамба в его реформаторском зуде, такого, ну, нету, да? Поэтому и приводит к тому, что на голом месте возникают конфликты. Может быть, это пройске тогда Уралвагонзавода? Нет. На самом деле, давно идут разговоры, конечно, о парламентском контроле, о том, что необходимо, чтобы такое было в определенных случаях предусмотрено. На мой взгляд, нелишенное смысла дела. И вот, кстати говоря, разговаривая о тех же министрах, меня тоже всегда вызывал этот вопрос. Ну, там, понятно, что там все 450 депутатов, там, это совсем, совершенно разные люди. Но абсолютно убежден, что там, ну, десятка-два по практически любой теме народного хозяйства специалистов, ну, их искать не надо, они всем известны. Но вот я такого не помню ни одного случая, например, когда, например, какой-нибудь профильный министр пришел бы, вот просто собрал депутатов, вот там, сколько, десяток, может, человек, где-то на чай, может, без средств массовой информации, сказать, ну, давайте вот пообсуждаем. То есть, чтобы получить какое-то экспертное мнение? Ну, хоть что-то, понимаете, какую-то альтернативную точку зрения. Конечно, я абсолютно согласен с тем, что, безусловно, возникает зашоренность у любого руководителя. Тем более, который часто там находится на одном и том же месте огромное количество времени. Ну, понятно, уже какой-то стереотип, механизм принятия решений. И совсем немного тех, о ком можно сказать, что, ну, в общем-то, работа достаточно эффективно велась. Ну, я не знаю, сколько-то, МЧС, наверное, да? Ну, МЧС у нас как-то не очень предотвращается. Нет, ну, мы тут говорим немножко не об этом. Но, конечно, это ведомство работало и до сих пор работают. По сравнению с другими. Совершенно верно. Это уж как минимум. Да. И остальные, конечно, вот, так сказать, определенный такой элемент зашоренности есть. Почему вот этого не делают, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, это, конечно, вопрос. Вот я, если бы, знаете как, если бы директором был я, да, вот если бы я был руководителем, пожалуй, я к таким вот вещам прибегал бы. Просто для элементарного какого-то расширения кругозора. Я уж не говорю какие-то совсем такие, ну, которые, прагматичные вещи, которые любой министр мог бы использовать, там, какое-то лобби свое иметь, там, ну, и так далее. А вот, что называется, для, повторюсь, расширения кругозора, понимания каких-то других точек зрения, от ошибок никто не застраповал. Михаил, а позвольте вот такое-то циничное весьма замечание сделать, что, а зачем министрам с этим заморачиваться? Вот спустил в Думу законопроект, все равно Единая Россия проголосует, как ей скажут, и, в общем-то, что заморачиваться? Сейчас, вот, вы знаете, сейчас уже и вот так вот не работает. И они, разве я не прав? Вот сейчас уже и так не работает. То есть, Единая Россия проявляет какой-то... Ну, мы вот возьмем, я немножко не тема разговор, но тем не менее, ну, вот закон о рыбалке, посмотрите, что получилось. Ну, в итоге завернули его, а тоже ведь все, прислали, что вот сейчас по щелчку пальцев и все будет. И профильный комитет, кстати говоря, не Единая Россия, а коммунисты, говорят, да-да, очень хороший, очень хороший закон, вот правильно, так и надо принимать. Потом, так сказать, какая-то разгорелась дискуссия вокруг этого, так сказать, вспомнили позицию президента, который прямо противоположное говорил, там, постарались убедить своих коллег, найти какому-то, какой-то приемлемый, какой-то знаменатель. Она до сих пор, эта тема не закрыта, но тем не менее, это закон не прошел. Это, вот, смотри, сейчас попромили, ну, все-таки мы там худо-бедно, может, она половинчатая. Ну, потому что президент изменил позицию. Слушайте, ушли же от нулевого. Ну, про президент сказал. Президент глава государства, его мнение, его позиция является определяющее. А если бы не сказал, так бы и осталось? Это, вот, мы знаем, предположительно мне сложно говорить, но факт остается фактом. Вот с этим не поспоришь, понимаете? Сейчас вот про те же, вот, началась эта дискуссия про налог вот этих, значит, по предпринимателям, то, с чего мы с вами начали там разговор. Тоже, тоже дискуссия разгорается, и тоже вот так, что называешься, сходу, уже сопротивление. Другое дело, что хотелось, может быть, пораньше бы это все, и по качеству. Просто я знаю, как принимался это, ведь было экспертное сообщество, в том числе и предприниматели, там, по налоге, повышению налога. Ведь все экспертные сообщества, в том числе и деловая Россия, все говорили, что этого делать нельзя, вы получите пшик, и люди будут закрываться. Тем не менее, сказали, Минфин сказал, все проголосовали. К сожалению, мы должны уйти на новостной перерыв. Продолжим после новостей. Вадим, оставайтесь на линии, пожалуйста. Добрый день, снова программа «Парадокс». У нас в гостях Максим Артемьев, завод делом политики интернет-журнала «Новая политика», и Михаил Старшинов, депутат Госдумы РФ, член Федерального комитета Объединенного народного фронта. Обсуждаем мы путинские реформы, что будет? У нас есть телефонный звонок. Вадим, добрый день. Здравствуйте, Вадим, политаналитик Самара. Я с интересом слушаю вашу дискуссию. И вот что очень интересно, что, по сути дела, вы обсуждаете частность, но не затрагиваете основной. У нас структурный системный кризис, кризис политический. И без решения этого вопроса мы не будем иметь успехов ни в экономике, ни в строительстве гражданского ума. Вадим, можно вам, извините, вас перебиваю, задать вопрос. А что вы имеете в виду, когда говорите политический кризис? Я имею в виду прежде всего такую вещь, что у нас, вернее, в политологии известно, что динамизм, развитие общества и эффективность функционирования исполнительной власти определяется структурой представительной власти. То есть ответственностью? Да, безусловно. Теперь посмотрите, что у нас представляет из себя парламент. Это, по сути дела, количество фракций, где тот или иной вопрос определяется не его актуальностью или его разумностью, а тем, какая фракция этот вопрос поставила и какая фракция за этот вопрос проголосует. И, по большому счету, уже давным-давно среди специалистов происходит мнение, что самый эффективный способ это улучшить ситуацию, это перейти на исключительно мажоритарную систему, где каждый депутат представляет определенную группу избирателей. Он целиком и полностью связан с ними. А сегодня, посмотрите, значительная часть депутатов наших ориентируется на руководство своих фракций, руководство своих партий. А у тех очень часто бывают свои интересы, далеко не всегда совпадающие с интересами. Вадим, так устроена вертикаль власти. Так вот, в этом у тебя и проблема. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что у нас исполнительная власть будет ориентироваться не на интересы избирателей, а на интересы тех иных финансово-промышленных групп. А то, что хорошо для Джейнера и Моторс, далеко не всегда хорошо для Америки. Вот мы, кстати говоря, разговаривали о реформах. Но вот еще одна реформа, мы к ней подошли, я буквально секунду, это реформа политических систем. Но вот ровно о том, о чем и говорил наш слушатель, это и возврат к однобандатным округам, это создание совершенно другой площадки, в том числе и для обсуждения всех этих инициатив в виде общероссийско-народного фронта, где будут созданы еще и центры мониторинга, которые будут работать по какой-то тематике. Но в этом направлении, безусловно, идет работа и это движется. То есть, Единая Россия будет играть в польскую рулетку? Хотел бы уточнить, вот по реформам Путина, да, был разговор. Одна из главных реформ, она прошла как-то малозаметно, реформа счетной палаты. То есть, до Путина счетная палата формировалась парламентом безо всякого влияния исполнительной власти. Но это разумно, поскольку... Но она в парламент контролирует все органы. Да, потому что парламент должен контролировать исполнительную власть, как исполняет бюджет. Пришел Путин и сказал, о, это как это, депутаты будут сами формировать счетную палату? Нет. Были внесены поправки, по которым сам президент, то есть глава исполнительной власти, предлагает и главу счетной палаты, в данном случае Степашина, и зама, и даже всех аудиторов, утверждает. То есть, то, чего раньше не было. И парламент, почти единогласный, говорит, да, мы так хотим. Мало того, что у нас вообще почти нет контрольных функций, кроме счетной палаты. Но мы даже от этого отказываемся. Нам это не нужно, мы в этом не разбираемся. Пускай исполнительная власть сама себя контролирует. До сих пор ничего не изменилось. И вот нынешняя комедия, когда там выдвигают то Макарова, то еще, это же вот хорошо показывает себя суть новых политических реформ. Хотел бы сейчас, кстати, у Михаила спросить, почему... Нет, он лично не предлагает как бы все-таки вернуться к тому, чтобы счетная палата действительно была никак независима от исполнительной власти. И второй вопрос. Вот говорить о политической реформе. Ну вот нам ввели якобы выборность губернаторов. В том году, 14 октября, в пяти регионах состоялись выборы. Но все же поняли, что в данном случае это просто переменно вывески. Да, выборов не было нигде. А там, где даже были малейшие, там, поймите, в Брянске сняли губернатора, с выборов тоже восстановили. В Рязани был якобы, состязательность тоже тоже снялся. Других вообще не допустили. Ну и потом у нас есть волшебник. Да. Тут нет, тут даже без всяких волшебников еще на этом уровне до выборов уже все было сечено. И сейчас мы видим тоже, выбор это в общем-то будет не очень-то интересный, поскольку все понимают, что выборов в том числе в ключевых регионах не будет. То есть надо не просто какие-то реформы, какие есть, о том, что меняется что-либо или не меняется. То есть пока я не вижу, что бы менялось. Меняется только вывеска. То есть от смены слагаемых сумма не меняется. Я лично настроен в данном случае пессимистически, поскольку реальных желаний перемен я не вижу. То есть как не было выборов, так и нет. И как счетная палата та же не была, как бы под контролем парламента, так она и не будет. Но даже самое худшее, что при нынешних умонастроениях, даже если введут, что счетная палата опять вернется к парламенту вдруг, хотя я в это не верю, но вдруг кто-то ведет, то при нынешнем составе все равно она будет работать только на исполнительную власть. Есть что возразить? Ну то есть в общем пришли к тому, что что так нехорошо, а по-другому сделаем тоже лучше не будет. На самом деле, конечно, я не могу совсем согласиться. Представляет Государственная Дума кандидатов, в том числе и на пост председателя счетной палаты. Посмотрим, какой выбор сделает президент. Президент выбирает одну из этих кандидатур, потом мы их голосуем. Значит, по поводу выборов. Ну, вы знаете, тут как вот, для чего мы чуть-чуть вернуться назад, для чего я считаю созданы в том числе вот эти вот площадки для дискуссии в общероссийском народном фронте. Мы, во всяком случае, до сегодняшнего дня шли. Я надеюсь, по этому пути и дальше будем идти. Мы не хотим убирать неудобных людей. К сожалению, во многих структурах, в том числе политических, общественных, ну, это так комфортнее. Немножечко он его там куда-то, куда-то. И в итоге остается группа, на самом деле, может, неплохо, это группа единомышленников. Но они не слышат совсем того, что хотят другие люди. У них нет такой отчетности перед избирателем. Это мы сейчас далеко очень углубимся. Вот на площадке общероссийского народного фронта есть возможность подискутировать и пообсуждать и самые разные точки зрения высказать практически по всем сферам нашей жизни. Ну, высказали, а дальше что? Дальше это как-то работа. Откуда, кстати, вот многие из этих вещей? Вот золотые парашюты возьмем, да? Ой, слушай, такие мелочи. Ну, это же такие мелочи. Послушайте, ну, во-первых, из мелочей складывается общая картинка. Вот таких глобальных... А что надо сделать? Вот такой закон принять, чтобы вообще всем хорошо сразу было. Например, счетную палату. Второе, второе... Например, второе, поднять вопрос о национализации Центробанка для разнообразия. Вот мы сейчас... Изменение законодательства избирательного. Так изменились, только что же изменили. А на что, понимаешь, шили на мыло, я вот не понимаю. А, ну, как, что же они шили на мыло? Одномандатные огурка хотели? Пожалуйста, получили. Так надо все, чтобы были одномандатные. Хотели выборы. Ну, это ваше мнение. Но оно есть и другое. Вот точно так же, как мы должны понимать позицию первого лица, да любого руководителя. Когда к нему приходят и докладывают специалисты, вот мы много на эту тему, в том числе и в здании, в стенах парламента на эту тему дискуртим. Ну, вот как вот министр начинаешь слушать, ну, он тебе просто, ну, не оставляет никаких шансов. Он аргументированно по всем позициям. Ты начинаешь слушать другого человека, там, какого-то, я не знаю, позиционера, любого его оппонента. И то же самое, не всегда решения очевидны, те, которые нужно принять. И очень сложно вот в таких ситуациях сделать выбор, что лучше, то или это. И потому что плюсов и минус огромное количество у любого вопроса. Я хочу, что сказать, вот по поводу выборов губернатора. Давайте возвращаться. Первый, вот дискуссии, пожалуйста, Народный фронт, считаю, очень хорошая площадка. Вот на сегодняшний день работает. По поводу выборов губернаторов. Ну, это же, наверное, претензия не к закону, а, значит, может, такие кандидаты были, если один снялся. Как муниципальный фильтр, это же закон. Если кто-то снялся, ну, мы же понимаем, про чем мы говорим. Да, вот я говорю, понимаем. Ну, если человек для себя сделал выбор, что он не хочет участвовать дальше в избирательной гонке. А потом через два дня решил, что хочет. А пошел, значит, там, допустим, в какой-то представительный орган власти. Ну, это же его решение. Ведь это же вот один из кандидатов, они предлагают нам за ним голосовать. Нет, муниципальный фильтр, который отсекает возможность как бы несистемных кандидатов. Это же тоже не очень-то разумно, мне кажется, с точки зрения демократии и учета мнения народа. У нас суверенна демократия. Вы знаете, вот, на мой взгляд, во всяком случае, в тех регионах, в которых выборы прошли уже, вот по новому закону, соответственно, новым законам, на мой взгляд, из реальных кандидатов, которые имели шанс какой-то побороться за кресло главы субъекта, все могли пройти вот эту процедуру регистрации. Другое дело, что мы иногда, ну, видим, в том числе представителей некоторых там ультра-оппозиционных партий, ну, практика показывает, но они нигде ничего не набирают. То есть здесь муниципальный фильтр, он, ну, совершенно ни при чем. Вот почему-то... Ну, почему-то нет выборов. Почему-то за них не голосуют. Ну, выборов нет. Ну, как не было. Ну, вот были выборы, да? Ну, возьмите выборы. Вы были без выборов были. Давайте мы возьмем... Посмотрите, сколько набрал один из оппозиционных политиков наших известных в Алтае. Давайте тему о выборах закончим, потому что, я честно скажу, я считаю, что тема, ну, она пустая. По одной простой причине, что, вы знаете, такая наука статистика, математика статистика показывает, однозначно, что на выборах последних, да, Единая Россия набрала чуть меньше 25%. Сколько нарисовали? 49%. А как это статистика? Да нет, вы знаете, я хочу сказать самое страшное. Очень просто. Вы берете, на пальцах объясняю. Вот смотрите, вот по этой шкале, да, у вас отложены количество голосов за, да? По шкале Y отложено количество избирательных участков, где было, понимаете, да, голоса за, количество избирательных участков. Распределение должно быть иметь форму колокола. Так происходит в Латинской Америке, в Европе, в Соединенных Штатах. Так происходит у нас с тремя партиями. С тремя партиями. Это ЛДПР, КПСС, ой, типа умный язык, КПРФ. Оговорка, да, по Фрейду. Да, по Фрейду. КПРФ и ЛДПР. У Единой России, у Единой России распределение совершенно другое. Вот так вот, с большим жирным хвостом. То есть, уникальное. Мы вот этой гиперболой ставим под сомнение всю избирательную систему. Так тоже нельзя. Нет, ну здесь даже не в этом. Ну она себя показала таким образом. Я хочу сказать, что пускай бы даже вот... Ну не может такое быть в природе. Смысл не в этом. А пускай бы даже... Один иск хоть выявили. А это идите в суды. Мы знаем, что... Трех кандидатов, и чтоб между ними была реальная состязательность. Хотя бы пусть они все будут три единороса. Господа, у нас есть телефонный звонок. Они так редки в этой программе. Давайте его возьмем. Да, Виктор? Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Случайно достойные гости просто, Степан. Можно просто порадоваться. Но вот Михаил Старшинов очень близко, на мой взгляд, подошел к идее того, чтобы попытаться выйти на какие-то новые, свежие идеи. Вообще отойти от парадигмы, в которых находится все. Вы же понимаете прекрасно, что Россия находится сегодня в ловушке бедности. Что, например, сравнивая постоянно с Соединенными Штатами, там находится все на другом совершенно уровне отношения экономики и так далее. Они, обычные американцы, вы же знаете, так называемые «pain tax», то есть на идеи, пулы, идеи, совершенной организации, действующие эффективно, на DARPA, так называемые, хотя как «defend», но тем не менее, великолепные вещи. Очень активно американцы уже в течение многих-многих десятилетий занимаются активно поиском новых идей. А в России, представьте, насколько это уникально, наработанные идеи американцами. На них, к сожалению, а может быть, к счастью, те ученые, следователи, которые сегодня работают на Соединенные Штаты. Но идеи изумительно интересны. Посмотрите, Центр по стратегированию Соединенных Штатов, какие идеи. Да, они отстаивают интересы, преимущества Соединенных Штатов. Но посмотрите, взаимствовав эти идеи, и при том, Россия на сегодня напоминает цельную, совершенную... Виктор, Виктор, мы должны прерваться на новости. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Добрый день, мы снова в эфире. Разговорим о реформах Путина и что будет дальше. У нас в гостях Максим Артемьев, зав. отделом политики интернет-журнала «Новая политика», и Михаил Сташинов, депутат Госдумы Российской Федерации, член Федерального оргкомитета Объединенного народного фронта. Виктор, да, вы на линии? Да, 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 на линии. В чем ваш вопрос? Скажите, пожалуйста. Вопрос в том, почему на сегодня никто в России не работает, чтобы смотреть вперед, чтобы выйти за рамки парадигмы, в которой находится Россия. Просто мыслить широко и смотреть с точки зрения преимуществ, которые открываются. У России же колоссальные преимущества, колоссальные паркетически действенные территории, действенные территории с точки зрения уникальных умов. Об этом не я сказал. Я только, с сожалению, узнаю из Израиля мнение. Вот на мостях видео можете посмотреть. Русские, москейские, лучше всего один профессор говорит, потому что они как бы неиспользованы. Вы понимаете? Виктор, а можно вам задать вопрос? Вот смотрите, вы задаетесь вопросом, почему? А я вам задам вопрос. Кому это нужно? Нефть качается, газ нам. Подожди, минутку, 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 минутку. Давайте очень интересная дискуссия на самом деле. Это нужно нам. А как мы можем на это повлиять в существующей ситуации? Элементарно, элементарно. На сегодня есть уникальные личности, такие как вы, такие как я. И что такая уникальная личность, как я, может сделать? Объясняю, объясняю. Я хожу на выборы. Не надо ходить на выборы, это бесполезное дело. Вы понимаете? Голосуют люди. Вот Попов говорил о том, что он Евгеника придерживается и так далее. Ну да, и что? Да, да. Сианист, ничего не сделаешь. У нас голосуют люди. Вот представляете, ну допустим, я профессор, и рядом со мной работает совершенно неграмотный человек, который не понимает ничего. Вот Гаврил Попов, он говорит о том, что, например, нужно 10 или 100 голосов давать, например, людям образованным и так далее, чтобы была какая-то разница. Иначе шансов просто нет. Но есть другие способы. Есть способы через построение непосредственно матрицы совершенно новой, совершенно нового генотипа. Это совершенно, совершенно есть такие возможности. Через центр, вот стратегирование, чтобы он был общественным центром. Это один центр силы. Это очень просто сделать сегодня. Слушайте, если это так просто, я бы просто хотел, ну напишите просто на мыло в радиостанцию, осознавшим, озвучим. Отправить имейл, отправить вам имейл. Да, да. Это не просто. Поверьте, элементарно просто. Завтра мы уже сделаем уникальный центр, мировой центр именно в России. Нам никто не даст. Так нам никто не мешает, поверьте. Это правда, это никто не мешает, я согласен. Хорошо, будем над этим работать. Вы только по имейлу напишите, пожалуйста. Виктор спросил, почему про будущее не думают. Я тут вспомнил слова Иосифа Бродского о том, что Россия это страна, неустремленная в будущее. Я думаю, что действительно наш негативный исторический опыт обуславливает то, что люди предпочитают думать не в каком-то стратегическом аспекте, а буквально на день-два. То есть жизнь у нас такая в 20-м столетии была. Вы знаете, почему так происходит? Потому что люди не видят никакой перспективы, в большом счёту. Посмотрите, как люди водят машины. Ну, они же водят машины так, как будто им без разницы. Умрут они сейчас или завтра. А вы знаете, у меня достаточно вот такие у нас давние хорошие отношения с Александром Андреевичем Прохановым. Вот у них такой проект есть, и сборский клуб. Вот если вы не читали, или наши радиослушатели... Я стараюсь от Проханова подождаться. Вы знаете, нет-нет, это вот как раз, по-моему, то, о чём сейчас идёт речь. О взглядах на будущее, о такое, оно близкое, такое каким-то... Человек, на самом деле, имел в виду несколько иное, потому что в Штатах действительно есть такие мощные, как называется по-русски, по-английски, think tank. Мозговые центры. Мозговые центры, которые грубые, а только этим и занимаются. У нас был инсорт, такой мозговой центр, который как бы сильно дискредитировал эту идею. Вот Юргенс, да, с его идеями. Поэтому у нас это всё уже... Программа 2020. Это всё дискредитировано в России, и никакие мозговые центры... Кстати, вот вопрос такой, у меня интересный всегда возникает. А, Михаил, вот, и Максим, как вы считаете, у нас слово либерал специально дискредитировано, чтобы даже русские об этом и не задумывались, о либеральных ценностях или нет? Вы знаете, когда слушаешь выступления многих либералов, мне кажется, что специально дискредитируют. То есть люди как бы не понимают страну, где живут, и народ свой не понимают. Очень интересно смотреть на... Вот если их в прямом эфире показывают всё время. Вообще ничего не надо было делать. Это жесть. Это координационный совет оппозиции. Это жесть. Вот просто... Это жесть. Просто влестят тут прямую трансляцию. И вот всё. Вот закрылся этот проект. Ну, с таким... Понимаете, сразу возникает вопрос, а кто это делать? Кстати, наверняка же всех этих лидеров оппозиции их отбирали, воспитывали. Но кто их отбирал, воспитывал? Сами появились. Все как одно лицо. Я думаю, что тем или иным образом они появились естественным путём. Не, на самом деле. Кстати говоря, это одна из причин вот того, почему именно вот эта категория политических деятелей действительно ничего не может набрать на выборах. Ну, она не получается. Ну, они дискредитировались полностью. Не получается. То есть, это говорят о том, что их там украли голоса, что-то, то, сё. Не, не, это не про них. Я вот здесь я с вами согласен. Совершенно верно. Это не работает. Вот, кстати говоря, разговоры о будущем, на мой взгляд, они очень тесно связаны всё-таки с тем, вот насколько себя ассоциируют элиты российского общества. Вот они себя связывают, свою жизнь с нашей страной или нет? Я думаю, нет. Это очень важно, потому что многочисленные скандалы, когда своё потомство отправляют на Запад, да, то есть элиты. Это второй вопрос. Аликдот просто вспомнил, если вы разожаете. Ну, такой полуполитический. Но ещё не посадят, я думаю. Очередной съезд Единой России выступает Путин и говорит, ну что ж, господа, деньги у вас есть, недвижимость у вас есть, дети устроены. Пора бы о народе подумать. Такая мёртвая тишина в зале, потом бурные овации. Да, душ бы по 500, вы гений, Владимир Владимирович. Вот у меня такое мнение существует о элитах, на самом деле. Если посмотреть, смотрите. Одна из определяющих. Деньги там, дети там. Вот если эту тенденцию переломить. А как? И дальше, вот, наверное, то, о чём, может быть, Максим как-то это имел в виду. Вот от этого всё дальше. Это длинные деньги, это длинные инвестиции в экономику, это планы. Китайцы 50 лет планируют. Мы только вышли на трёхлетний бюджет. Но это совсем разное. Да, вот вы правильно говорите. Михаил, а как эту тенденцию переломить? Ну, я считаю, две вещи. Первое. Две составляющих. Это министерство пропаганды и законодательные ограничения. Вот эти две вещи должны быть. Иначе это сделать будет практически невозможно. То есть вы считаете, под законодательными ограничениями, что вы имеете? Ну, сейчас мы в этом направлении, мы сейчас потихонечку начали двигаться. Потихонечку начали двигаться. А вот вопрос. Вопрос. Хорошо, что вы напомнили. Вот такой интересный вопрос. Почему никто в Госдуме не поднимает вопрос, скажем, следующего характера, что не следует ли нам отслеживать расходы? Как не поднимают? Минутку. Позвольте, я закончу. Ведь самая страшная организация на Западе, агентство, это какое? Да до сегодняшнего дня уже декларации должны были сдать все. Не-не-не. Какое? Какое? Ну, она по-разному. Натомите, не томите. Налоговая. Да? Налоговая. Зачем изобретать какие-то, я не помню, какие-то дики... Степан, до вчерашнего, до сегодняшнего дня, до первого июля должны были сдать декларации о расходах. Ну и что? А что не сдают-то? Смотрите. Как что-нибудь не сдают? Все сдали. Это закон. Смотрите, как работает законодательство на Западе. Предположим, вы не хотите светиться, и у вас там на дальнего родственника что-нибудь оформлено. Коттедж, да? Где-нибудь. Приходят к нему налоговую, говорят, слушайте... Да, откуда взял деньги? Откуда деньги? Ну, понятно. А у нас же этого нет? Я вам говорю, что на сегодняшний день там совокупный доход семьи, там за три года, если больше, что обязаны декларировать расходы, недоходы. Ну, хорошо, декларировал он, дальше что происходит? Я думаю, в нашей стране с уровнем правосознания, я думаю, никакие формальные законы о декларировании всегда будут обходить. Я думаю, все-таки важнее вот то, что Михаил говорит, министерство пропаганды, может, конечно, министерство создавания... Ну, условно, условно. Да, создавать не надо, но вот, перелом в общественном настроении, в нетерпимости к таким фактам. То есть, это вот работа больше этики, а не закона. То есть, чтобы этически... Ведь Россия, эта страна до последнего времени была чрезвычайно циничной, где роль морально-нравственных факторов не была нулевой. И на этом-то проиграли либералы, потому что при них именно это обесценилось. А вот дело не в законе, тут законов можно сколько угодно принять, все равно их обойдут, это же понятно. А вот когда каждый своим примером будет показывать, когда там человек, которого заподозрили в чем-то, он будет моментально уходить в отставку, а не цепляться за свое место. Вот сейчас скандал с диссертациями, сколько депутатов, а главное, губернаторов. Хоть один объяснился, ни один губернатор не сказал, да, я украл. То есть, у нас в отношении руководителя федерального ведомства, возбуждено уголовное дело, он сидит, ему ходят... Ваши коллеги, да, депутаты, которых поймали на руку с диссертацией, молчат. Вот когда они будут публично прямо каяться, уходить в отставку, говорить, да, мне стыдно, а пока этого нет, какой закон? Максим, а вот вопрос, а что их заставит поступать так, как вы говорите, вот что? Реальное общественное давление, когда реально с ними не... Ну, то есть, понимаете, нужны такие... То есть, народ сам молчит, люди виноваты, что вот нет гражданского общества. Ну, они говорят, все воруют. Слушайте, вам это понравится или не понравится, вот по большому счету, а что заставило Пехтину уйти? И он очень не доволен, и он говорит, что вот он вернется. Так в итоге-то ничего же не доказали американцы-то? Оказывается, действительно, там все это... Я прошу, говорю, вот примеры-то есть, я не говорю, что вот идеальные, но... Ну вот, диссертация, вы возьмитесь. Конкретный факт. Вот человек, подозрение было, вышел на трибуну и сказал, ребят, я не хочу бросать тень, ушел. И, ну, Михаил, тогда была развернута целая компания. Михаил, чем не работать для Народного фронта? Вот выявить вот этих, кто плагиаторы, губернаторы и депутаты... На эту же тему... На самом деле, дискуссия более чем уместна. Я другое вам хочу сказать, что там... Ну, что было? Вспомнили эту, значит, что какую-то там сделали эту программу, значит... Не, ну, нормально, это же реально. Что там под кого-то, вот, неудобных, значит, проверять, удобных не проверять. То есть там тоже огромное количество... Нет, ну, пускай каждый объяснится. Это, мне кажется, было бы нормально, и для вас было бы хорошо. Наверное, я думаю, что вот этот вопрос должен быть рассмотрен в рамках научного сообщества под руководством именно Филиппова, как руководителя ВАРКа. А мораль, мораль возьмется только, когда... А после этого... Общественная организация ваша займется. После этого пусть кто-то скажет, это действительно... Там, плагиат, условно говоря, или нет. Ну, дальше я с вами согласен. Ну, пока все обвиняемые молчат. Вот, все, на этом мораль мы никогда не получим, на этом молчание. Я говорю, интересно было какую-то статистику посмотреть. Если есть у вас, может было бы... Нет, просто вопрос-то в следующем. Вот, скажите, вот Министерство правды, да? Но ведь оно же будет работать, когда люди на постах ведут себя, как люди, показывают пример. Степан, знаете, что же... Вот надо было с этого начинать. Это была бы самая главная вообще реформа. Немножечко попробовать изменить сознание людей. Я думаю, что мы к этому идем. В американцев есть оружие. Есть большое количество примеров, причем абсолютно не таких затратных, как в Соединенных Штатах Америки, когда абсолютным образом переламывается восприятие там своей родины, своей страны. Последний пример это Рейган. Рейган вытащил страну. Патриотические чувства и так далее. Вот это тема для очень большого разговора и очень полезного, на мой взгляд. Можно быстрый вопрос? Время 59 минут, да. Можно быстрый вопрос? Будет ли ОНФ добиваться отставки Исаева? Вы знаете, вот моя позиция, что нужно встречаться, сегодня, кстати, в 3 часа он начнется, круглый стол по этому поводу в Думе, и приходить к общему знаменателю. На сегодняшний взгляд эти две, ну там, не диаметральные, но очень разные позиции. Позиция Общероссийского народного фронта озвучена, в том числе его активными участниками, которые сегодня, кстати, и пресс-конференцию с утра давали. Она не изменилась. Спасибо, Михаил, к сожалению, время подошло к концу. У нас в гостях были Максим Артемьев и Михаил Старшинов, депутат Госдумы Российской Федерации. Программа Вилла Степан Димура. Удачи вам всем.